всем привет дорогие друзья сейчас мы у меня в тепличке 10 дней прошло после того как я делала подрезку всех листьев пасанков у помидоров и вот опять уже вот такие вот заросли я уже начала убирать просто невозможно проходить вот здесь вот между рядами там он и послен упал уже раскидал свои эти ветки надо его подвязать сейчас времени в 9 часов утра нас уже очень жарко в теплице вообще 44 градуса но как-то ветерочек есть но вечером вообще невозможно днем конечно это общение обсуждается в теплицу не зайти вечером тоже очень очень жарко да и уже вечером вовсе не охота работать сейчас пока силы есть в общем я сейчас делаю обрезку только вот по дорожкам ну и немного внутри если там какие-то мне покажутся сильно длинные листья вот так что мне нужно быстренько сейчас пройти хотя бы за полчасика это сделать и пролить все пролить растут у меня баклажанчики уже с баклажанчиками есть вот все прекрасно все радует ну и немного вот трава тоже убрать надо вот ну все потом покажу как я их обкарнала смотрите дальше ну вот 40 минут я прибирала прополола листочки обрезала ну вот мне кажется сейчас уже совсем другой вид и с этой стороны да хоть пройти можно будет поливать эти листья не будут мешаться не будет раскачивать кусты вот но и вот еще нужно будет пройтись вот здесь вот вот эти вот веревочками попривязывать потому что будут помидорки и могут поломать веточку в общем очень много завязи засыхает вот видите много засыхает и из шести там пяти шести остается 1 2 максимум так что очень очень жарко ну вот такое у нас уральское лето либо холодно и дожди либо засуха и очень очень жарко нет у нас золотой серединке чтобы были дождики и было тепло вот эту вот веточку тоже нужно будет привязать потому что она тут прям на проходе вот послен уже почти с мой рост ну ягоды есть не знаю что когда они уж там выспеют вот видите есть ягодки как бы везде и немало попробуем что за варенье надеюсь вырастут так вот еще огурчик забрать вот огурцы тоже все обкарнала потому что лист желтеет хоть и поливаешь обливаешь но видимо все равно очень сухо тем более вот посмотрите видите вот пол десятого сейчас время ну минут наверное 20 25 и уже все это листья пожухли а пожухли они из-за жары с утра было нормально сейчас пролью вот со шланги их сверху сделаем душик вот так что вот такая вот у нас жарень стоит то холодина то жарко но все вроде как бы по моей тепличке все я сделала вот результат стоит пол мешка листьев помидорных это конечно же все на выброс сейчас ездили в магазин индюшкин я купила два килограмма фарша индейки из бедра был он со скидкой вот за два килограмма 354 рубля по 169 рублей за килограмм есть из бедра фарш есть белый из грудки белый был без скидки ну вот купила из бедра очень вкусный фарш беру иногда там этот фарш на обед варим пельмени ермолинские потому что ничего не хочется что то есть но готовить надо сейчас покушаем и я буду готовить ужин на ужин решила потушить капусту и сделаю из кусочка фарша индюшкиного сделаю те в те втельки отварила уже рис добавила сейчас все перемешаю только посолю и поперчу и сделаю в духовке накрутила 12 те втелек буду делать в томатном соусе томатный соус немного заливаю водой все хорошо и тщательно перемешиваю по вкусу можно присолить поперчить можно сюда добавить майонез я сделаю только в томатном все и сверху заливаю этим соусом и ставлю в духовку на минут наверное на 40-50 на гарнир сделаю картошку просто порезала ее брусочками посолила чуть-чуть поперчила добавила буквально чайную ложечку майонеза перемешала и эти два блюда у меня будут готовиться вместе ужин готов те втели гарнир распустились у меня лилии которые первые распустились уже цветают которые попозже вот такие вот у меня красивые есть лимонные начали распускать чуть потемнее такие темно-желтые красивые вот такая прелесть здесь беленькая но эти вот одинаковые что вот эти что вот эти еще вы такая пестренькая здесь розочки начали распускаться этот кустик который сломался вот он подрос не даже цветет я очень рада но это продолжает цвести одна цветает другая зацветает это вот уже почти отцвела а это прям распустилась прелесть какая здесь на гряде я подвязала огурчики уже не таки длинненькие поэтому я их подвязала и маленькие огурчики есть цветут видно там цветочки ну а мы кушаем пока которые из теплицы покажу вам свои перчики уже есть перчики если хочешь зелененькие можно уже срывать а так очень бурно бурно прям цветут перчики вот на улице тепло я их так вот притянила немножко укрывным чтобы им было не сильно жарко вот так а а здесь у меня тыква покажу какие тут у нас выросли тыковки вот посмотрите вот одна и где-то еще на этом кустике есть вон там вон растет тыковка здесь даже на поросли идет здесь я уже прищипнула здесь вот чтобы хотя бы это выросло вот ну а здесь уже можно и кабачок сорвать вырос уже кабачочек лоб поливаем и много забачков мои животные страдают от жары наелись напились что-то еще просят эти мы поставили сенник высмотрела на одном канале что у них из детской кроватки сделал сделан сенник для коз мы также на авито я купила кроватку и мы поставили сюда им и они кушают здесь у меня козоньки сена сейчас у них тут хорошо тенечек но тут в принципе не не всегда как бы солнце вот там всегда у забора тень потому что здесь у нас и сосны и яблоня вот а сейчас вот солнышко выйдет из этой сосны и вот здесь у них вот у козликов уже есть немножко солнышко здесь будет солнышко вот а так им тут хорошо в тенечке они у меня живут а вот это у меня тыква голосеменная то есть семечки у нее должны быть без кожуры но к сожалению здесь одни пустоцветы вот она вроде бы и плети дает но ничего ничего нет ничего не завязывается без два кустика и вот все вот такие вот длинные и пустые цветоносы ну может быть еще что-то тут завяжется будем надеяться здесь кабачки цукини тоже есть уже маленькие кабачки вот такая красота ну а я всем желаю приятного дня солнечного настроения и всего но самова сама-самова ней лучшева ну а ну ну ну